приветствую друзья с вами григорий и вы на канале свободного рынка миниатюр сегодня мы с вами поговорим о четвертой редакции age of sigmar мы провожаем третью редакцию которая значительно изменила игровой процесс по сравнению с 1 2 1 редакцию я не играл начинался 2 и скажем мне не очень нравилось 3 довольно кардинально изменила весь геймплей и стала играть гораздо интереснее теперь же у нас начинается 4 редакция она много оставит то что было но и привнесет много изменений собственно о них мы сейчас и поговорим для начала давайте начнем сюжета буквально пару слов расскажу главный замес у нас в чем рогатая крыса заручилась поддержкой архалона и стала полноправным богом хаоса так что у нас теперь не четверка а пятерка богов хаоса скавины огромными толпами нападают на владение смертных и вообще на все другие владения штормкасты из палат священных рыцарей не справляется с их нашествием и обращается за помощью в палату разрушения в этой палате разрушения у нас находится старые штормкасты закаленные в боях которым уже там не знаю сколько сотен лет они воевали умирали их души снова перековывались и вот так раз за разом пока от их душ практически не осталось ничего это вот такие ну в общем самые самые элитные войны многие из этих воинов на эту войну которая будет идут в последний раз вот ну в общем завязка эпичная крутая углубляться дальше особо не буду потому что сегодня мы будем больше все таки говорить о правилах что для игроков значит новая редакция редакции меняются по-разному иногда бывает так что изменяются основные правила но батл том и собственно вот эти вот книжечки с правилами они остаются какие были и игроки продолжают играть старыми пока им не заменят новые книги для новой редакции но не в этот раз в этот раз все наши книги одновременно становятся неактуальными и гв выпустит бесплатные индексы индекс представляет из себя такой небольшой набор правил ну вернее там полноценные правила но там как правило нету практически никакой бэковой составляющей то есть описание фракции минимальный там скорее всего один так если говорим о 40 к это называется d touch как это будет называться волосе не знаю вот полноценных томах уже будет вот толстая книжечка в ней будут рассказ про фракцию как там красить ее разные там легионы d touch и так далее и собственно более уже расширенные правила ну принципе все как обычно вот но этих книг придется подождать ну и наконец переходим к правилам что конкретно нам рассказать первую очередь нам сказали что правило теперь будут модульны и что это такое и зачем она вообще нужны игрокам по большому счету если вы играете уже давно варгеймы и тем более волос вам эта модульность она ни к чему модульность создана для упрощения входа в игру новичков чтобы начать играть нужно будет изучить для начала базовые правила них входят правило там на движение стрельбу сражение саму компоновку отрядов и удерживание . изучив вот эти вот базовые вещи там любой новичок игрок сможет уже взять там свой стартер и пойти играть эти вот небольшие стартеры которые будут продаваться и будут называться спир хэт если вы уже продвинутый игрок который играл в третью редакцию вам думаю эти модульные правила будут не интересны и вы сразу будете изучать сразу целиком всю книгу правил в ней помимо того что уже перечислил будут правила на раздачу команд на использование террейна магию составление армии на командующие модели и боевые тактики каждый из этих перечисленных пунктов он будет идти как бы отдельным модулем и игроки смогут постепенно добавлять эти модули в свои игры ну я особо не вижу смысла добавлять их постепенно понятно что как бы если вы новичок вам трудно будет но вы там сыграете одну-две игры по базовым правилам и быстренько пройдетесь по всем остальным и там за 5 ну максимум 10 игр скорее всего все изучите но конечно если вы только начинаете такой подход он гораздо более простой в усвоении так что в принципе это довольно хорошее решение далее у нас бросок приоритета бросок приоритета остается практически без изменений ну вернее сказать вообще без изменений предыдущие редакции если вы играли не в матч от плей то там на первый ход вы тоже бросали там кто победил тот и ходит первым если вы играли по матч от плей то первым начинал тот кто первый расставлял свои войска 4 редакции всегда будет первым начинать тот кто закончил расстановку первым можно сказать что ничего не изменилось со второго раунда и до конца игры вы Вы также кидаете на ход, вот, поэтому дабл ход все еще остается. Механика спорная, не могу однозначно сказать, что она мне нравится или не нравится. Она есть, так что будем играть вместе с ней. Ну, они внесли довольно много изменений в баланс этого двойного хода, но о них мы поговорим немного позже. Дальше довольно интересные изменения по построению армии. Тут снова немного мы пошли по пути Вархаммер 40 тысяч. АОС избавляется от наших привычных изменений, то есть теперь не будет минимум трех батллайнов, максимум бегемотов. По лидерам, по-моему, тоже было ограничение, да? Все, теперь этого не будет. Сраковники, как сделали сейчас это вообще отвратительно, там, в принципе, вот у вас есть варлорд и три ограничения на каждый повтор отряда. И вот и все ограничения. Это уж как-то совсем плохое решение, на мой взгляд. В АОСе будет немного по-другому. Теперь у нас появляются полки. Всего будет в армии у вас пять полков. Каждый из этих полков должен будет возглавлять герой. К этому герою будут набираться определенные юниты. Максимум в одном полку помимо героя будет еще три отряда. И если этот лидер у вас военачальник, то в нем может быть четыре отряда. То есть уже видим мы ограничения по количеству юнитов и ограничения по набору конкретных юнитов. Потому что нельзя будет любым героем брать любые отряды. Определенные герои будут нанимать определенные отряды. Это уже гораздо выглядит интереснее, чем сейчас в сороковнике. И как бы создает естественные ограничения. Помимо того, что в принципе у нас ограничения будет по отрядам. То есть на пять полков это у вас пятнадцать. И плюс еще один за лидерский. Всего лишь шестнадцать юнитов получается. Нет, еще лидеры берем. Четыре на пять. Двадцать. Двадцать один отряд. То есть максимум может быть. Ну возможно будут еще какие-то там не ограничения, а наоборот. Вот разрешение, то есть дополнительный герой. Например, тоже вот если мы берем сороковник, там можно в отряд брать к отряду дополнительного героя. Может быть здесь будет что-то такое. Я считаю, что выглядит интересно. Игроки смогут брать любые отряды, какие им нравятся. Но не будут вот ограничены их лимитом, будут ограничены полками. На первый взгляд, в общем, хорошее изменение. Будем смотреть, как оно будет в игре. Следующим пунктом у нас идут обновленные варсквороллы. И тут мне нужно будет подсчитать. Первое принципиальное изменение, которое сразу бросается в глаза. У нас исчезла характеристика храбрости. Ее изменила характеристика контроля. Снова опять привет сороковник. По мне это просто прекрасное изменение. Когда я только начинал играть вархаммер, никогда мне не нравилось это. Поэтому хорошо, что от этого ушли. Что в сороковнике, что в оосе. Еще одно заимствование, это критические попадания. Теперь на шестерку, я так понял, тухит, будут наноситься критические попадания. Какие-то из них будут увеличивать количество атак. Какие-то будут увеличивать рент. Что-то будет автоматически пробивать. Ну, в общем, все это нам уже знакомо по вархаммер 40 тысяч. Также прямо в листе отряда теперь будет отображено время использования способностей. Некоторые способности вообще переходят у нас в раздел кейвордов. Например, вот самое очевидное. Можно посмотреть на кейворд визард. Рядом с ним в скобочках сила мага. У нас в примере был нагаш, мой красавчик. Мы видим у него кейворд вард и скобка значения 5+. Что у нас означает пятую варду. Все просто. Так что, можно сказать, вся необходимая нам информация теперь будет прямо в листе отряда. Меньше нужно будет открывать книгу правил и смотреть, что делает какое правило. Команды, по большому счету, особо серьезных изменений не претерпели. Они также разыгрываются в определенный момент игры, который указан, собственно, в самой команде. Базовых у нас сейчас будет 10 команд, которые, в принципе, те же самые, что были и в третьей редакции, с небольшими изменениями. Самое главное то, что теперь эти команды отдает игрок, а не герой или чемпион отряда. Это довольно важное изменение, не придется за этим следить. Если вы случайно там убрали чемпиона, которого по факту теперь в отряде нет, вы все равно сможете в этот отряд отдавать команды. Количество командных очков теперь будет стабильное. Оно как бы 4 в ход на каждого игрока, но по факту будет у кого-то все время 5. Во-первых, дополнительное очко получит игрок с меньшим количеством отрядов. И дальше в течение игры еще дополнительный команд-поинт будет получать отстающий игрок по победным очкам. То есть это может быть то один игрок, то другой. Будет это меняться. Больше никаких других способов получить эти команд-поинты вроде как не должно быть. Ни через отряды, ни через спецправила. Во всяком случае так обещает нам ГВ. Все непотраченные кпшки, тоже как было раньше, будут сгорать. Следующее интересное изменение у нас в ближнем бою. Ну, самое главное и неожиданное, теперь все отряды имеют дальность поражения своим оружием 3 дюйма. В нарративном плане, конечно, это довольно странно. Что там какой-нибудь ассасин с кинжалом, что воин с копьем бьют на одинаковое количество дюймов. Выглядит это немного странно, но, конечно, в игровом плане изменения хорошие. Оно упрощает процесс игры, не нужно подставлять определенных бойцов, чтобы они зашли в свой дюйм. Теперь просто все на три, подходи, делись как хочешь. Довольно важное еще изменение, оно касается не только у нас ближнего боя, а в принципе игры. Это очередность использования способностей. У нас исчезает такое понятие, как начало фазы и конец фазы. И теперь в любой фазе, вообще, сначала все свои способности использует активный игрок, а потом уже его оппонент. То есть, если ваш ход, там, в любой фазе вы сначала используете способности своих бойцов. Потом, если у оппонента есть тоже свои способности у его отрядов, он использует свои. Также в этой статейке нам рассказывали про когеренцию. Тоже ее немного изменили. Она составляет у нас теперь всего пол дюйма. Если в отряде семь моделей или меньше, в когеренции должны быть только одни модельки, то есть, ну, одна с другой. Если больше семи моделей, то когеренция должна быть сразу с двумя моделями. Каждая модель должна быть с двумя моделями в половине дюйма. Пол дюйма это довольно мало. Бойцы будут стоять близко друг к другу. Колбаса глинных вообще уже теперь не будет. Если еще в тройке они как-то там в целом можно было растягиваться, теперь все будут идти плотным строем. Даже там скавены какие-нибудь. В целом, я тоже считаю это хорошим изменением. Если мы говорим про Вархаммер и Age of Sigmar, это, естественно, мы говорим про магию. В целом, конечно, она осталась без тоже больших изменений, но все-таки и ее немного потрогали. Во-первых, теперь не нужно выдавать спелы каждому герою. Тоже прекрасное изменение. Не будет никаких путанец, никто не будет там ничего забывать или там наоборот специально что-то там обманывать. Ой, а у меня вот этот спел у этого, а этот у этого. Все, теперь просто есть школа магии. И все ваши колдуны будут использовать любое заклинание из этой школы, которую вы выбрали. Также аналогичная ситуация с пристами. Будут школы молитв. Вы ее также выбираете, и все ваши присты будут знать из нее молитвы. Но зато немного изменилась механика молитвы. Теперь, когда ваш прист молится, вы кидаете бросок, на 2+, вы накапливаете, так сказать, очки молитвы. Эти очки не сгорают, они копятся. И дальше вы в какой-то там определенный момент игры можете использовать, собственно, молитву, у которой могут быть разные эффекты в зависимости от использованных очков. Например, есть какая-то молитва с базовыми стоимостью 4, но у нее может быть дополнительный эффект за 8 очков. То есть вы там помолились, там, в ход 1, потом 2, накопили 8, и уже использовали более сильный вариант этой молитвы. Довольно забавные изменения коснулись бесконечных заклинаний. Теперь это, по сути, отряды со своими профилями. У них тоже есть раны, тоже есть паз-броски, там характеристика движения. Единственное, у них не будет характеристики контроля. Вместо этого там характеристика их проявления. Ну, что логично. Думаю, как и раньше, Endless'ы не будут активно использоваться. Может быть, каких-то там парочку самых сильных будем видеть на столе. Но теперь, когда у них есть жизни, возможно, они станут еще менее популярны. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Гораздо обиднее ситуация у нас с Terrain'ом. Потому что ООС я очень сильно любил за то, что у Terrain'а нету никакой характеристики. Там ран, тоже спас-бросков. Ну, потому что, по мне, это логично. Это там, не знаю, стоит кусок камня. Какого фига у него должны быть жизни? Собственно, в ООСе этого не было до четвертой редакции. Теперь снова у нас у Terrain'а появляются тоже очки жизни. Так же, как Warhammer 40 000. И я думаю, это очень сильно повлияет на их использование. Не нашел информации, по-моему, нам не говорили, будет ли стоимость у Terrain'а. Потому что сейчас весь фракционный Terrain' у нас бесплатный. И, по сути, вы его просто брали и играли. Так как у него есть характеристики, возможно, он будет еще и платным. В этом случае, если он еще и платный будет, думаю, он станет еще менее популярным. Если стоимости не будет, тогда, возможно, мы еще будем его видеть в игре. Ну, потому что, если он бесплатный, почему его не брать? Каких-то там 7 ранок у камушка не так сложно это будет разломать. Подождем полных правил и увидим. Мы уже подходим к концу и закончим мы последним разделом про то, как мы будем побеждать. А если точнее, как мы будем зарабатывать победные очки. Поговорить тут есть о чем. Потому что теперь за раунд мы будем получать максимум 10 победных очков. 6 очков за удержание точек и 4 за батл-тактику. Как видите, тактики стали еще ценнее, чем были раньше. Целых 4 очка. Вы также будете выбирать одну из доступных. Повторять ее нельзя, неважно, выполнили вы ее или нет. Самое крутое, о чем я вот говорил раньше, теперь эти батл-тактики очень будут хорошо балансировать двойной ход. Как это работает? Если вы ходили вторым и выиграли приоритетный бросок на следующий ход. И вы решаете забрать первый ход. То есть сходить второй раз подряд. Это собственно и называется дабл-ходом. Если вы это делаете, вы не можете взять себе батл-тактику. Вы вообще ее не делаете в этот ход. То есть вы автоматом лишаетесь 4 победных очков. Это будет сильно заставлять вас задуматься о том, брать ли вам второй ход подряд. Потому что 4 очка это 4 очка. Важное уточнение, если бросок на ход выиграл оппонент, и он решает отдать почему-то ходить первым вам, вы не теряете возможность взять батл-тактику. Это довольно хорошее балансное изменение. Ну посмотрим, будет ли оно работать. На этом мы разобрали все нововведения, которых нам рассказывали в статьях. В принципе вы возможно уже видели роллбук, который у нас просочился в сеть. Но все равно было интересно посмотреть и разобрать, что у нас появилось новенького. Надеюсь вам было интересно и понравился такой формат. Для меня вживую было записываться впервые. Я честно старался. Пишите в комментариях, как вам. Если понравится, буду развиваться и будем продолжать вот подобные разговорные форматы. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Григорий, вы на канале Свободного Рынка Миниатюр. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Пока.